В России поднялись цены на социально значимые продукты. О причинах роста в нашем следующем сюжете. В 2020 году не только пандемия удивила граждан, но также и существенный рост цен. В связи с этим 9 декабря Владимир Путин на совещании раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет просто для базовых продуктов питания. Куда вы смотрите? Вот это вопрос. Это же не шуточки. В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают на такие величины. А вы мне сказки рассказываете здесь. Статистика по Татарстану на декабрь 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года такая. Сахар подорожал на рекордные 67%. Картофель на 24%. Крупы на 21%, масло на 13%, хлеб на 7% и мука на 15%. Эксперты выделяют несколько факторов изменения цен. Я бы назвал два основных фактора. Это изменение мировых цен и желание производителей подтянуть внутренние цены к мировым. И второй фактор – это фактор сезонный. Его тоже не надо забывать. Каждую зиму происходит подорожание определенных видов продуктов, которые в дальнейшем возвращаются к своему уровню летом. Почему все-таки Владимир Владимирович отругал регулятора? Это все справедливо, потому что они допустили дефицит. Понимаете? То есть вот увлечение поддержкой экспорта привело к тому, что внутренний рынок оказался в недостаточном объеме, обеспечен соответствующими продуктами, которые важны и интересны для населения. Правительство приняло меры по стабилизации цен. Во втором чтении Государственная Дума приняла законопроект о регулировании цен на социально значимые товары кабинетом министров на срок до 90 дней. Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, направленных на стабилизацию цен, которые будут заключаться с производителями и торговыми сетями до конца первого квартала 2021 года. Кристина Надышина, Лев Диденко, Виолетта Басова, Универньюз.